Дамы и господа, третья решающая карта, карта Детус Кан, белорусы против литовцев, Лайфлесс 5 против Литвы. Поехали. Наверное, немного информации, скажем так, по матчу я выдам вам чуть-чуть позже. А сейчас я предлагаю посмотреть за тем, как литовцы заходят на точку А, бомбу они уже практически на ней поставили и потеряли таута. Но в целом пока все для них достаточно хорошо складывается, учитывая тот факт, что они сейчас играют в атаке, что является сильной стороной на карте Тускан. Тут все просто изумительно, но из-за этих плотных словев с макап вообще непонятно, кто где, в кого и как стреляет. Но, но, как сейчас забежал-то Каспер-то? А как Каспер-то забежал? А где ж Зиги-то? А вот он, Зиги-то! А вот он, Зиги! Бесподобное появление Зиги, благодаря которому пистолетный раунд все-таки остается у литовцев. Хотя, если были бы дифьюз-киты у Кенхи, то, скорее всего, литовцы получили бы от ворот-поворот. Итак, составы это Кенхи, Крафтс, Джази, Каспер и топ-жетомера. Ну и литовцы, разумеется, это Тау, Доу, Фрэш, Твет, Атик и Зиги. Без каких-либо замен произошло... Произошло начало следующей карты. Атик уже делает энтри-фраг на мидле. Ну и, естественно, здесь, конечно, перекрестный огонь под тот же самый мидл. Но Атик это особо как бы и не останавливает. Удается пробежать в сайт и все. И у нас здесь вот в ящичке аккуратно притаился Джази, который, кстати, убил Атика. Ну и все, как бы сам Джази погибает. Следом за ним погибает Каспер. Это 2-0. Напоминаю вам, дамы и господа, мы находимся на Узбкапе номер 3. Это проект, который занимается проведением турниров. И с недавних пор они решили активно развивать свой проект. Сейчас турниров будет много, поэтому вступайте в группу. Ссылочка будет в моем паблике ВКонтакте. Призовые фонды. Это ключевое отличие данного мероприятия от остальных прочих групп ВКонтакте. Здесь вы можете выиграть, пусть и небольшие деньги, но согласитесь, не так уж это и плохо. Даже по тем же самым по 50 рублей там на человека из команды. Ну это тоже замечательно. Крафт остается у нас один. Все его тиммейты полегли. Доуп Фрэш и Твет вместе с Зиги ушли на точку А. И естественно хорошего для Лайфлэс Файв в этом раме ничего не будет. Доуп Фрэш обошел со спины и убил Крафца. Это 3-0. Напомню вам также, что первая карта, карта Деми Рейджа, завершилась победой Лайфлэс Файв со счетом 16-13. После чего началась карта Де Трейн. И на Трейне литовцы смогли все-таки сделать камбэк. Чудовищный просто камбэк. Невообразимо круто это все выглядело. И со счета там 14-4, если я не ошибаюсь, сделали 19-17. И отвоевали все-таки второй маппоинт. Поэтому счет 1-1 и решающая карта Тускан, где пока что литовцы находятся в максимально выгодной для себя позиции. То есть они будут играть в сильной стороне первую половину. И уже, в общем-то, взяли пистолетный раунд. Сейчас не совсем удачный выход от Таута. Но интересно, как сейчас себя поведет Зиги. Зиги открывается слишком неудачно. Открытие от Атика сотни. И все, кажется, на этом литовцы приплыли. Борьба будет не на жизнь, а на смерть, как я подозреваю. В торце уже находится Крафт. Увидел Смок. Ну и сейчас... Какой хитрый твэт. Какой хитрец. Отличная граната от Джази. Литовец погибает. 3-1. Головокружительный финал. Давно я уже не встречал финал, в котором первая карта достается одной команде, вторая карта достается другой команде. И на третьей все это дело решается. Плюс еще и чтобы допы были. Ну... Мое спасибо прилетает литовцам и Lifeless 5 выглядит действительно на уровне. Вот это финал, к которому нужно стремиться каждому турниру и каждой команде продемонстрировать. Вот это самое. Кенхи зависает, к сожалению, для команды Lifeless 5. Каспер где-то там убивает Таута. Это дело не где-то там, а на точке Б. Топ Житомера. Минус Атик. Размен от Твета. Ну и выход, разумеется, на точку Б. Нет, на точку А все-таки уносят бомбы литовцы. Не совсем, наверное, это правильное решение. Твет убивает Каспера. Не удается пропрыгать. И здесь встречается он с Крафтсом. Полетела флешечка. Крафтс прячется за ящиком. Сейчас он снова найдет Долб Фрэш. Нет, это был Зиги. Долб Фрэш находится на Мидле. Он убивает Джази. И есть, конечно же, информация по Крафтсу. И бесподобнейший Долб Фрэш. Убивает Крафтса, принося четвертый матчпоинт своей команде. Это 4-1. И что-то как-то, честно говоря, вот сейчас... Блин, нет, я не буду ничего говорить и ни о чем предполагать. Нахрен. Я предполагал на трейне, что будет просто изи-катка. Потом я предполагал, что будет, ну, где-то 16-10. Ладно, и литовцы проиграют. Но ни один мой предикт не сбылся. И все мои предсказания улетели, черт пойми, куда. Диглы выходят пушить коты. Но там Таут. И Таут в одиночку убивает сразу трех оппонентов. Каспер находится на девятке под точкой Б. И все, и он здесь, собственно говоря, один. Эх, прибавлю я, пожалуй, позволю себе прибавить пятый раунд литовцам. Потому как не очень я верю в то, что один человек с юспом способен затащить. Один в пять. Всякое, конечно, возможное. Может быть и затащит. Но при учете поставленной бомбы Зиги просто берет на таран Каспера. Ну и, как я уже говорил, конечно же, пять-один. Матч, матч, матч. Решающий. Так как первое и второе место будет определено тем, кто сейчас победит на Тускане. Соответственно, первое место заберет 250 рублей, что по 50 рублей на каждую голову игрока. А второе место заберет по 150 рублей, что по 30. Ну, конечно, это небольшие деньги. Это что там. Ну, 50 рублей. Что сейчас на 50 рублей? Я не знаю. Я даже пачку сигарет не куплю на 50. Я, правда, и на 150 пачку сигарет не куплю. Но, не знаю. Ну, например, батон хлеба купить можно. Вот так вот, да. То есть сейчас ребята выигрывают себе кто-то на хлебушек. Ну, не знаю, может, на какую-нибудь газировочку. А может быть, на випку, на фасткапе. Ну, мало ли, куда, короче, пойдут деньги. Не так уж это важно. Может, на телефон, например. Бог с ним. Ребята сами решат, куда детям их выигранные денежки. Атик перебивает крафца. И здесь Зиги почти сносит Кенхи. Но Кенхи каким-то чудным образом смог пережить этот контакт. Более того, открылся под зигзаг, убил Твета. И был взорван бомбой, к сожалению. Это 6-1. Теперь в одну... Боюсь даже, честное слово, боюсь предполагать что-то. Но снова в одну калитку, но на этот раз в калитку Литвы. Лайфлес Файв пока что выглядят, ну, менее, скажем так, презентабельно, чем их соперники. Крафтс на зигзаге на точке Б уже дает информацию о том, что это точка Б. Парень с ником Джази. Зигу ему как-то не особо. Конечно, хорошая помощь. Потому что сам... Ого! Вот это нехорошая помощь сейчас была-то, как бандшот прилетел в голову Атика. Домфрэш. Даблкил, триплкил. И последний минус от Зиги. Непонятно, для чего Кенхи покупал снайперскую винтовку. Вот, что мне больше всего интересно. Так как теперь его тиммейты с девайсами, с нормальными девайсами и с арморами. А он с Фамасом и, вероятнее всего, без армора. Хрен его знает, на самом деле, к чему все это приведет. Но вот таких ошибок уж на третьей решающей карте допускать точно нельзя. Ладно бы на первой. Ну ладно, когда вы играете вторую карту и первую при этом тоже выиграли. Вот да, вот в таких моментах вполне себе можно, знаете ли, позволить проиграть. Домфрэш. Сминусовал Кенхи. Получил размен от Житомера. Ситуация 3 в 2. И ретейк в большинстве. Что еще нужно игрокам обороны для счастья. Пожалуйста, погибает Зиги. Нужно убить всего-навсего одного Таута. Но он борется. Правда, один из соперников уже сел на Дефьюз. Нужно пытаться расстреливать. И выходим в фулл-блайн. Минус от Джази. И все. 7-2. Ну, борются потихоньку, конечно, белорусы. Но я считаю, этого для победы будет как-то мало. Не стоит забывать, конечно же, что будет вторая половина. Где во второй половине литовцы уйдут с сильной стороны и уступят ее команде Lifeless 5. И здесь вот как раз-таки будет возможность близнуть всем своим скиллом. Но, напоминаю вам, литовцы очень агрессивно играют на пускане в обороне. Если у них зайдет пистолетка, а я думаю, это будет их классический раунд с аркадой в мидл. То будем реалистами. Что еще можно будет... На что еще можно будет надеяться. Ну, уже, наверное, не на что. Три минуса от литовцев. Три минуса от белорусов. Блин, стоило только вот поменять немного интонацию рассказа. Сложно, понимаете ли, на самом деле, комментировать вот, по крайней мере, Тускан. Предыдущие карты еще хоть как-то вот куда не шло. А здесь слишком быстрые вот размены, слишком быстрые выходы. Сложно понимать, где произойдет сейчас ближайший контакт. И при этом еще и нужно вовремя включить того или иного человека. И вот, пожалуйста, аркадов.б от игроков обороны. Зигзага сейчас будут. Один топ Жутомира попытался зайти. Остальные же игроки пошли заходить с нуля. Ну, и все погибли. 9-2. Так вот, слишком много. То есть, вот, чтобы вы понимали, а то иногда бывают комментарии под видеороликом, что я не показываю много моментов. Поймите, вот следующий игрок... Вот я, например, хочу включить Кенхи. Я включаю следующего игрока. Это Атик. Включаю следующего. Это Каспер. Потом Джази. Потом Крафтс. И вот только потом Кенхи. Пока я на него переключусь, если я его еще и не пролистаю, есть большая вероятность, что его убьют. И плюс, когда много экшена по карте, сложно очень определить, где же первый контакт произойдет. Вот сейчас топ Жутомира. Ну, рядом с ним трутся соперники, но уже с мигла откуда появляется. Доу-фреш. Тут все-таки топ Жутомира успел сделать один минус. Крафтс выжил. Ненадолго, правда. Твет. Один на один с Кенхи. И оба, в общем, понимают, кто где находится. Кенхи аккуратно, очень аккуратно присел и ожидает. И здесь на широком стрейфе пытается открываться Твет. В итоге находит Кенхи немного раньше, чем игрок обороны. Хотя странно. Вот момент, в котором у игрока Диффенса, то бишь у Кенхи, гораздо больше было возможности сделать минус. Но, как я слышал, он даже не выстрелит. То есть ты сидишь, ждешь. От тебя много-то и не нужно. От тебя самая главная задача, это просто дождаться, когда соперник появится на твоем экране. Но этого не происходит. Вот нужно включить мне сейчас Твет. Вот включаю, и он тут же получает пол. Откуда бы я знал, что нужно включить Джази в этом контакте? Тем более, Джази играл с пистолетом. Вот такие вот моменты, в общем-то, и складываются в то, как вы называете иногда, что я не показываю, как кто-то там будет играть. Ну что, все-таки определились, судя по всему, литовцы с точкой атаки. Это Спот А, Таут. По флешке тиммейтов уже выходит Скотов. Есть там, кстати, где должен быть тиммейт. Это Зиги. Это самые Зиги, которые вместе с Таутом умирают. На битле остаются Доуп Фрэш и Атик. Доуп Фрэш тоже выхватывает. И один в три. На экономическом раунде, с плеткой Атик, вот этот поворот. Откуда он ее нашел, я не знаю, но... Не принесла она победу, к сожалению, команде Литвы. 10-3. Итак, дамы и господа, фрак-лидеры. На последней решающей карте это Таут со счетом 14 к 6 и Твет со счетом 14 на 8. Ну а у команды Лайфлес Файв это Крафтс 9 к 10 и 9 к 11 у топа Житомира. При этом, посмотрите, плетка переслапана в руки игроков обороны. И вот так вот сразу начинается приятный очень раунд для Атика. Атика его убивает с его же плетки. Или не с его? Нет, по-моему, с его же. Погибает следом за ним Твет и начинают расслабляться, да, по ходу дела, литовцы. А может быть, и не начинают, не знаю. Таут находится на катах. И рядом с ним есть соперник, это Крафтс. Произойдет ли у них дуэль, я не знаю. Но сейчас дуэль произойдет на Милле. Вот и она, топ Житомира. Почти подловил Зиги. Есть возможность у Зиги перезарядиться. Но он воспользовался, сделал минус. Таут проиграл Крафтсу. И ситуация становится 2 в 2. На девятке у нас находится Каспер. И сейчас произойдет опять же контакт. Не ожидал, судя по всему, Каспер, что на него выйдут сразу два соперника. А соперники, наверное, не ожидали, что один Каспер решит открываться сразу под двоих. Ну и Крафтс будет заходить с нуля. И без минуса, к сожалению, будет погибать. 11-3. Ну вот что-то такое я уже видел на трейне, только наоборот. 11-4, если быть точным, завершился... First half на карте The Train. И там литовцы проиграли первую половину. Но вот тут, судя по всему, будет сейчас нечто наоборот. Если, конечно, литовцы возьмут четвертый раунд. Не литовцы, прошу прощения, а белорусы. Возьмут четвертый раунд, но это совсем не точно. Аркада снова с точки Б. На мидле уже погиб Атик. По идее, это информация для игроков атаки. На что стоит уделить внимание все-таки мидлу. Ну и продолжают давить коты. Так же игроки атаки. Кенки убивает бета. Но вот здесь слишком долго сейчас действуют литовцы. Что не позволительно в данной ситуации. Вы знаете, что соперники аркада, что соперники без девайсов. Максимум выбитые девайсы. И все. Нужно выйти побыстрее. Чем больше стволов будет стрелять в пушке игроков обороны, тем быстрее закончится раунд. Каспер почти убивает доуб фреша, но... Как вы все знаете, чуть-чуть не считается. В итоге 12-3. Именно с таким счетом завершается первая половина. Конечно, разгромный счет для белорусов. Увы и ах. Вернуться с этого счета будет сложно. Но литовцы доказали нам, что вполне возможно. Поэтому вторая половина. Поехали смотреть. А вот и он. Тот самый пистолетный раунд, про который я говорил. Аркада на мидл, плюс аркада в малый квадрат. Через зигзаг все это дело происходит. Ну и, блин, и все. И сейчас, если Лайфлесс Файв не примут это дело, то они, судя по всему, даже и не пытаются принять это дело. Берст Файер и Аддок Шитомера как-то совсем не в кассу. Но! Но! Один хейт Каспер. Отличный хейтшот по твету. И, увы. И, увы, Зиги не прощает слишком широкого страйфа от соперника 13-3. Бомба не стояла. Два экономических. Что номинально является собой 15-5. Ох ты, 15-5. Ну, может быть, ладно. Может, я оговорился, и будет действительно 15-5. Но, по крайней мере, 15-3, если, конечно, не будет форс-байов и ошибок от литовцев. Ну, вот, несколько очередей с Фамасов. И Каспер уже на лопатках. Джази пытается пойти разменяться. Ну, а тем временем, тиммейты самого же Джази пытаются так же атаковать на катах. И не преуспевают в этом деле. Топ же Томера убивает на точке Б доуп фреш. Подбирает с него Фамас. Но 40 хейлспоинтов. Отсутствие какого-либо раскида. Отсутствие бомбы. Отсутствие армора. Как бы намекают нам на то, что клача не будет. Прискакал кузнечик прям под прицел Таута. 14-3. Ну что, будет форс-байов или не будет? Арморы, слышу, покупаются. Интересное дело. Тут будет форс с деглами, как я понимаю. Ну, что ж, хозяин-барин. Но нужно отдавать себе отчет, что если сейчас раунд не взять, то на последнем будет такая хорошая экономика, что мало не покажется. Итак, выход на точку Б. Не включается у меня сразу доу-фрэш. И в итоге вместе с метом они успевают максимум только разменяться. Сюда же подтягивается Атик и Таут. Даблки от Атика. Один минус от Таута. Приносит 15-й раунд Литве. И все, наверное. Клаши. Первые арморы максимум, на что могут рассчитывать белорусы. Причем еще и, может быть, даже не у всех будут первые арморы. И, может, даже не у всех будут клаши. То есть экономика сейчас сильно гуляющая. Как вы видите, Джази на Галиле. У Кравца на Дигл. У Топа Житомира тоже Дигл. Джази погибает. Следом за ним умирает в малом квадрате Каспер. Все. И мидл плюс большой квадрат. Белорусы выходят. А это означает, что они уже сами смирились со своей участью. Последний погибает Кенхи. И это 16-3, дамы и господа. 2-1 по картам. Литовцы становятся победителями Узб Капа номер 3. Забирают 250 рублей. Призовых. Получают грамоту. И, конечно же, оплаченную трансляцию от администрации турнира. Также Lifeless 5 занимает второе место. Получают свои законные 150 рублей. И, в общем-то, тоже, как вы можете заметить, оплаченную трансляцию турнира. На этом все. Финал подошел к своему логическому завершению. Не забывайте вступить в группу Узб Кап. Также не забывайте подписаться на мой паблик ВКонтакте, на мой канал на Ютубе. Играйте в Counter-Strike и оставайтесь true.